Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя Града Бога моего, нового Юрсалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Подобно первым вестникам Евангелия, Лютер вышел из бедноты. Своё раннее детство он провел в скромном домике немецкого крестьянина. Отец Рудокоп тяжелым трудом добывал средства на его обучение. Он хотел, чтобы сын получил образование и стал юристом, но Бог решил сделать из него строителя великого храма, который созидался на протяжении целых столетий. Трудности, лишения и суровая дисциплина были той школой, в которой безграничная мудрость приготовляла Лютера для главного дела его жизни. Однажды, просматривая книги в университетской библиотеке, Лютер обнаружил латинскую Библию. До этого он никогда не видал такую книгу и даже не подозревал о её существовании. Во время общественных богослужений он слышал отдельные отрывки из Евангелия и посланий и предполагал, что они-то и составляют Библию. А теперь впервые он увидел полную Библию. Со смешанным чувством благоговения и изумления он перелистывал священные страницы. С бьющимся сердцем, трепеща, читал он слова жизни, временами останавливаясь, восклицая. «Ой, если бы Бог послал мне лично такую книгу!» Ангелы небесные окружали его, и лучи света, исходящие от престола Божьего, открыли ему сокровища истины. Он всегда боялся оскорбить Бога, а теперь, как никогда раньше, глубоко осознал своё греховное состояние. Твёрдое желание получить прощение грехов и обрести мир с Богом побудило его поступить в монастырь. В своём постановлении Папа обещал отпущение грехов всем тем, кто на коленях поднимется по так называемой пилатовой лестнице, по которой, согласно молве, сошёл наш Спаситель, когда вышел из римского верховного судилища, и которая каким-то чудом была перенесена из Иерусалима в Рим. Однажды, когда Лютер благоговейно на коленях поднимался по ней, вдруг громоподобный голос произнёс «Праведный верою живо будет!» Он вскочил на ноги и с ужасом и стыдом поспешно удалился. И с тех пор эти слова библейского текста всегда звучали в его душе. Внезапно он увидел всю обманчивость человеческой надежды спастись при помощи собственных дел и понял необходимость постоянной веры в заслуги Христа. Его глазам открылись заблуждения папства. Когда он отвернулся от Рима, то отвернулся от него всем сердцем, и с того времени началось его удаление от папской церкви, пока, наконец, он окончательно не порвал всякую связь с ней. В Виттенбергской церкви было много мощей, которые по большим праздникам выставлялись перед народом, и всем, кто приходил в церковь и исповедовался, отпускались грехи. В такие дни собирался особенно много народу. Приближался один из самых больших праздников – День всех святых. В канун этого праздника Лютер, смешавшись с толпой, направляющейся в церковь, прикрепил к её дверям лист с 95 тезисами против индульгенции. При этом он заявил, что готов защищать свои тезисы в университете в присутствии своих противников. Эти 95 пунктов привлекли всеобщее внимание. Все читали и перечитывали их. В городе и в университете поднялось большое волнение. В тезисах Лютера говорилось о том, что ни папе, ни какому другому человеку никогда не была дана власть прощать грехи и отменять наказание за них. Что все это – не что иное, как обман и ловкий способ добывания денег, основанный на суевериях народа. Что это коварный план сатаны – губить души тех, кто будет верить этой лжи. Лютер также доказывал, что самым драгоценным сокровищем церкви является Евангелие Христа. И что открытая в нем благодать Божья даром дается каждому, кто ищет ее путем раскаяния и веры. Тезисы Лютера бросали вызов врагам истины, но никто не осмелился принять его. Буквально через несколько дней вся Германия уже знала о поднятых Лютером вопросах, а вскоре о них заговорил весь христианский мир. На престол Германии взошел император Карл V, и посланики Рима поспешили принести ему свои поздравления и сразу же убедить его расправиться с реформацией. Но курфюрст Саксонский, которому Карл V был во многим обязан своим вашественным престол, просил его не предпринимать никаких мер против Лютера, прежде чем тот не будет выслушан. Это поставило императора в затруднительное положение. Удовлетворить папистов мог только смертный приговор реформатору. Теперь внимание всех было обращено на предстоящие семь германских княжеств в Вормсе, «Невозмутимый и миролюбивый, с неустрашимым благородством и мужеством он стоял там, свидетель Божий, перед великими мира». «Все светлейший император, светлейшие князья, милостивый государь!» – начал он. «Я предстал сегодня перед вами, согласно вчерашнему повелению, и милостью Божьей, умоляя Ваше Величество и Ваше Августейшее Высочество, милостиво выслушать суть дела, которое, я уверен, есть справедливое и истинное. Если я в чем-либо нарушу этикеты и обычаи двора, прошу вас о прощении, ибо воспитывался я не в царских палатах, но в уединении монастыря». Затем он отметил, что все его опубликованные сочинения различаются по своему характеру. В некоторых, даже врагами его признанных не только безвредными, но и полезными, он писал о вере и добродетелях. «Я всего лишь простой смертный, а не Бог», – продолжал он. «Поэтому буду защищать себя так, как это сделал Христос. Если я сказал худо, покажи, что худо. Милосердием Божьим я умоляю Ваше Императорское Величество и вас, светлейшие князья и всех высокопоставленных лиц, доказать мне на основании Писания мои ошибки. И как только я буду убежден в этом, я признаюсь в своих заблуждениях и первый брошу свои книги в огонь». Когда он закончил выступление, председатель Сейма с досадой сказал ему, «Ты не ответил на заданный тебе вопрос. Ты должен дать определенный прямой ответ. Отрекаешься ты или нет?» Реформатор ответил, «Так как Ваше Императорское Величество и Ваше Княжеское Высочество требуют от меня определенного, простого и прямого ответа, я дам его. Если я не буду убежден свидетельствами Писания и ясными доводами разума, ибо я не могу доверять Папе или Соборам, поскольку очевидно, что зачастую они ошибались и противоречили сами себе, то не отрекусь, ибо христианину небезопасно поступать против совести. На том стою и не могу иначе. Да поможет мне Бог. Аминь.